Привет, друзья! В 80-е годы она стала героиней всех газетных статей и теленовостей. В возрасте 11 лет девочку выбрали посланницей от нашей страны, и она полетела на встречу с президентом Америки. Катю выбирали из многих школьниц, а причиной визита стала гибель гражданки США на территории нашей страны. Наверное, многим интересно, как сложилась жизнь этой малышки после распада Советского Союза. Катя появилась на свет в Москве в семье ученых. Девочка училась в иностранной спецшколе и уже в те годы снималась в кино. Хоть она и не стала актрисой, но в ее фильмографии есть несколько работ. С 21 марта по 4 апреля у Кати было специальное задание. В паре с американской школьницей ей предстояло проехать по территории США, а позже встретиться с президентом страны. Вернувшись на родину, девочка стала известной на всю страну. Огромное количество писем, фанаты, выступления и телеинтервью имели место в жизни маленькой Кати. Ей приходилось ездить по различным мероприятиям и рассказывать о своем путешествии. Многие сверстники этому завидовали. Сама Катя чуть позже призналась, что не любила тот звездный период жизни. Но все рано или поздно забывается. Поэтому, когда слава прошла, девочка с мамой улетели в Париж. Там Екатерина поступила в университет, где получила престижное образование. Тем не менее, в 2000 году Лычева вернулась на родину, где смогла построить неплохую карьеру. Ходят слухи, что в 2008 году Екатерина заняла должность вице-президента ОАО «АвтоВАЗ». Но, к сожалению, от интервью она отказывается. Тем не менее, становится понятно, что жизнь той самой Кати удалась. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и поделиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok